Музыка Сегодня мы являемся свидетелями того, что на наших глазах делается история. Это история европейская, мировая история, потому что вблизи наших границ мы столкнулись и уже прямо столкнулись с событиями, которые возникли не сегодня. И Украина это наш сосед, братский народ. И мы много и долго жили вместе. Ну и как в каждой семье были проблемы. Но то, что сейчас происходит, конечно, нам было интересно понять, откуда все это началось, в чем корни, причины этих сложных явлений и процессов, которые сегодня возникли. Так как мы в школе и в университете все учили историю и другие политические учебники, мы знаем. Но, к сожалению, так получилось, что в советский период очень много было как бы ушло в тень. Те нюансы, которые омрачали жизнь и царю, и Сталину в советский период, и уже в послевоенный период, и в современный период. Потому что откуда это, с какого периода возникли вот эти противоречия, которые вылились сегодня, вот, противостояние резкое. Для Украины сегодня очень, вот, в политике особенно, и в обществе очень важны символы. Мы специально изучали символы, кто сегодня герои на Украине. Ну, и, получается, герои те, кто омрачал жизнь и царю, и руководителем советского государства, но и сегодня. Ну, конечно, всех волнует, откуда взялся национализм, самостийность. Ну, в Российской империи это все было одно государство. Богдан Кмельницкий себя называл деморосом, но никогда не называл украинцем. Вообще, это считалось какое-то слово такое не очень подходящее, и в то время это слово практически не употреблялось. А уже вот, начиная с Тараса Шевченко, собственно, он для них, вот, Тарас Шевченко, это вот самый главный символ. Тот, который фактически и заложил, будем так говорить, основы, фундамент украинской, вот этой украинской уже нации, и некого украинского национализма. Вообще, он был очень сильный националист, и в советский период все его произведения, они были слишком отредактированы. Вот. С одной стороны, это, может быть, было правильно, но с другой стороны, мы это не знаем. Вот. А это очень омрачало жизнь, и царю в том числе. Стремление к независимости у Украины было всегда. Причем сама независимость, самая стильность, она доходила до того, что независимость ради независимости. Вы знаете, когда Бандера, до войны, вот эти все вот их диверсионные дела, когда пришли немцы, он как бы с ними начал дружить, вот. А потом он почему-то подумал, что нет, все-таки Украина должна быть самостейной даже при фашистах. И его, он же сидел уже всю войну, сидел в концлагере. То есть у них получается вот такая самостейность, как генетическая. Вот. Это может быть и хорошо, но у каждого народа есть свои особенности. Вот. Но это мы должны все это понимать. Продолжение следует...